Шаум броха! Мы хотим закончить вот эту важнейшую тему твила, молитва. Как мы начали понимать в прошлый раз, что молитва — это не средство, чтобы добиться моих персональных целей, желаний, а это хибур, это соединение с Творцом, это что-то, что моя душа, жажда, у неё такая огромная жажда, это наши слова, это наша речь, это наш хевель, воздух, который выходит из наших уст. Это то, что нас соединяет с Творцом, и то, что даже маленькие девочки должны были понять, когда они молились постоянно за рифу, шлема, за исцеление своей подружки, и когда это не произошло, то это не значит, что их молитвы были не приняты, нет. Принятие молитв — это именно когда есть хибур, есть связь между человеком и Творцом, когда человек показывает, что он знает, к кому обращаться, и все молитвы, которые когда-либо были сказаны, они не... когда они не исполняются, мы не видим, что фактически какой-то был результат для человека, это не значит, что они пропали, наоборот, они всегда будут использоваться в самом лучшем месте, в самое лучшее время для человека и для всего еврейского народа. Мы постараемся подойти к практическим примерам. Для этого мы понимаем, что у нас, как мы сказали, у нас есть много частей души, много частей молитвы, которые каждый раз, вот эта часть нашей души многогранной, она может найти выражение, выразиться именно в разных частях, и тоже в разном моем исполнении, как сказать, это будет с радостью, это будет с... когда человеку... у него горечь. В любом случае, это каждый раз находит именно выражение, и Мшахрер, он освобождает нашу душу и соединяет ее с ее источником, с Творцом. В... как известно, это известная история про Баранович, был такой Ребефраем, у него была подпольная лавка, ну, он торговал алкоголем, но также подпольно у него был алкоголь, который был запрещен государством, и, к сожалению, там был нашел... нашелся какой-то стукач, и он доложил, что у него... что он продуцирует, у него есть какая-то подпольная фабрика, где огромное большое количество алкоголя, который он не платит за эти налоги, это просто контрабанда, это запрещено. Когда ему донесли, что до него донесли, он узнал, что скоро будет проверка, что стукач уже с жандармом, они... они скоро придут, он побежал в синагогу, он открыл арнакодыш, открыл ковчег, и начал кричать... что он начал кричать? Он начал кричать... что моя душа, она жаждет Творца. Он набрался, и он пел, он плакал, он ни слова не сказал о своей проблеме, с этой угрозой, что его могут сослать в Сибирь, или в тюрьму. Он просто говорил, «Само нафшилаким, он жаждет близости к Хашему». Люди думали, что, может быть, он сошел с ума, но в конечном итоге получилось так, что его жена прибежала и сказала, что произошло просто чудо. Они пришли с этим жандармом, и до этого у нее... при каких-то там уборках у нее разбился какой-то сосуд с какими-то химикалиями, которые портят весь алкоголь. И как раз это было там при погребе. В общем, так получилось, что когда этот жандарм, этот полицейский, который пришел привязать, он увидел, что там все пахнет этими химикальными, которые совершенно противоречат какому-то алкоголю, потому что он все это не сможет... химически это не сможет потом... это портит весь алкоголь, который там есть, то он начал бить этого доносчика и говорить, что куда он его принес, он тратит его время, и они ушли оттуда. Но просто это простой пример тому, что наша молитва, она... смысл ее, это близость к Творцу. Это то, что когда у тебя есть... самонавший у тебя жаждет, это то, что происходит у нас внутри, это то, что нам нужно стремиться. Все, что потом из этого выходит, это уже Ашем решит, как лучше всего в этой ситуации для нас быть. И нельзя, опять же, в... этим мы можем понять, что когда человек молится за других, сказано, что ему первому ответят. Как же так? Я же читаю, что кто-то начал шедух, кто-то женился, кто-то там у него было исцеление. Как это зависит, как это вообще относится ко мне? Теперь мы понимаем. Потому что на самом деле, если человек Митхабер, он соединяется с Творцом, тогда все становится по-другому. Он становится другим человеком. Он, как мы сказали в прошлый раз, если у кого-то начинается знакомство, он приближается к какому-то праведникам, то это опять же на него влияет, что он сам понимается на другой уровень. Тогда, естественно, все эти благословения, все эти молитвы, которые он просит для другого, это пойдет через него, и это пойдет тоже к нему. Потому что он Митхабер, он соединяется. Опять же, здесь мне очень понравилась такая история, что когда один хасид пришел к своему рэбе, к своему раву, и он сказал, что... Рэбе, я не понимаю. Сказано, хазал, говорят мудрецы, что каждый, кто убегает от чести, то честь бежит за ним. Каждый, кто убегает от славы, то слава бежит за ним. А тот, кто бежит за ним, то наоборот. Бежит за славу, слава убегает от него. Хасид говорит, я не понимаю, я уже постоянно, уже годами почти, я постоянно убегаю от славы, от чести. И что-то никто за мной не гонится, что-то вообще далеко от этого, даже этим не пахнет. На что Рэбе ответил с улыбкой, он говорит, что... А сколько раз ты оборачиваешься? Сколько раз ты оборачиваешься проверить, кто... Ну-ну, уже бежит или нет. В этом смысл. Если я молюсь за кого-то, чтобы это сам получить для себя, это как этот хасид, который постоянно ждет. Ну-ну, где же уже эта слава? Сказали же, что она побежит за мной. Это... Ты бежишь за славой. Просто ты это делаешь немножко по-другому. Тогда это не поможет. Когда человек метхабер, он действительно, он понимает, что творец — это ты. Ты источник всего хорошего. Я к тебе метхабер. Тогда и тогда работай через него. Так как же мы делаем это в практике? Значит, наша молитва — это хибур. Это соединение с Творцом. Человек хочет соединиться со своим другом, со своими родственниками. И это происходит через речь. Значит, эта речь должна быть сделана, понимая, что ты говоришь. Должен сосредоточиться, должен понимать каждое слово, которое ты произносишь. Скоро мы перейдём к более практической части. Там будет несколько очень-очень важных советов, из которых мы можем изменить нашу молитву. Сказано, что когда у тебя возможность помолиться, попросить Творца о чём-то. В книжке «Медот» написано, что за каждую вещь, которую ты мог бы помолиться, мы могли попросить Творца об этом, и мы не сделали это, мы можем получить за это наказание. Потому что у нас был шанс, у нас была возможность спросить, изменить, улучшить свою ситуацию, и мы опустили это. Так, с другой стороны, мы видим, что наша душа жаждет этой связи. И в разных, разнейших ситуациях в нашем полудне, в нашей жизни у нас есть возможность обратиться к Творцу, и освободить свою душу, и чтобы она соединилась с Творцом. Поэтому, говорит Аризал, что в разных ситуациях, в разных ситуациях нашей души и вокруг нас, самая высокая возможность этого хибура, этого соединения, именно во время, когда человек радость, находится в радости. У нас есть возможность молиться, когда нам тяжело, и, к сожалению, именно тогда мы вспоминаем об этой привилегии, об этой возможности обратиться к Творцу. Но не нужно ждать этого. Когда человеку хорошо, когда человеку есть радость, это тогда у него, как раз его молитва принимается выше. Как и известная история с Элемеллах Фирер, он, возможно, самый большой авторитет, когда у человека какая-то болезнь, или какие-то нужно решить, с какими врачами лучше всего обратиться, к какому врачу, то он находится в одной браке, у него есть целая организация, которая помогает каждому человеку найти самого лучшего врача, доктора, места интернационально, и к нему обращаются во всего мира с просьбой помочь им. Раб Элемеллах Фирер, он находился у Котт, или Устиной Плачи, и со своим хорошим знакомым, миллионером из Америки, и это было около часа ночи, было достаточно пусто, и рядом с ними, недалеко от них, стоял человек, который, было видно, что у него происходит что-то, что-то очень-очень, его потрясло, потому что он не мог останется плакать, он, его всего трясло, он сотрягался, он молился к Творцу, обращался, и это было из его глубины души. И они решили сделать такую вещь. Раб Элемеллах обратился к своему другу и сказал, что смотри, если это вопрос денежный, какие-то у него финансовые проблемы, ты это берешь ты на себя. Если это вопрос, что мне нужна какая-то форма медицинской помощи, то я об этом позабочусь. И они терпеливо подождали, пока тот человек закончил вот эти вот свои молитвы, свои плачи, и они подошли к нему и попросили прощения, сказали, что мы извиняемся, мы не хотим у вас как-то в вашу частную сферу торгаться, но может быть у вас что-то, мы можем чем-то помочь. Тот говорит, нет, все хорошо, может быть что-то финансовое или как-то какие-то медицинские вопросы. Нет, все хорошо. Но тогда их любопытство не могло, они могли его это держать, они спросили, а что, о чем вы так молились, о чем вы так плакали? Он сказал, что сегодня была свадьба у 12-го ребенка. Бару Ха-шем, все дети, которые у меня есть, они поженились. Я просто приехал сюда, чтобы благодарить Творца от того, что он сделал для меня, все это добро до сегодняшнего дня, сколько он для меня сделал. Это то, что Аризел, наверное, имеет в виду, что Аризел говорит, что самый высокий уровень молитвы, это когда человек молится от радости, от счастья, он обращается к Творцу. теперь, в нашем поколении, Рубхайм Витал, уже ученик Аризела, около 200, он жил 500 лет назад, он говорит, что в наше время человек не может ничего добиться без молитвы. Без молитвы мы живем в таком мире, который, он это называет, что, что Яцерара, наше, наше, это зло, которое человеку старается постоянно вытянуть в неправильную сторону, оно настолько сильно, что человек сам, как уже в Талмуде тоже об этом говорится, что человек не может, у него нет никакого шанса, если без Твила, без обращения к Творцу, у него нет шанса против этой Яцерары. Но, мы, как мы сказали, что Твила, молитва, она только может нас соединить с Творцом, если будет с Каваной, она будет говориться с пониманием, к кому я обращаюсь и что я делаю. Как есть такое обращение, ну, только что я услышал, есть такое выражение на русском «отстоять на мессе», на каких-то других религиях. Человек просто, если человек просто хочет отстоять на шахарит, на утренней молитве, Минха и так далее, он отстоял и пошел дальше, это не какой-то нет связи, никакой хибур, это тяжело назвать, что здесь была Твила, обращение к Творцу. Поэтому, если у нас есть три главных Амудим, главных столба, на которых стоит мир, это Тор, это Тара, это Авода, имеется в виду служба, Твила, молитва, и Минут Хасадим, и добрые дела. Говорит Ребхайм Итал, что в наше время, вот эта последняя эпоха, именно она отличается тем, что нам нужно гораздо больше работать над Твилой, над молитвой. Мы видим, что раньше, в раньше времена, как дефиниция, как определение еврея, это была его сила сосредоточиться. Потому что вся Тора, весь Талмуд, все наши знания, все наши молитвы, все наши благословения, все связано с тем, насколько у человека есть сила концентрации. В наше время концентрация, это что-то, что настолько мы страдаем от ее, от того, что ее нет. Да, что вся, весь наш мир вокруг, именно построен на том, что у человека уже практически нету минимальной времени концентрации. Раньше были целые семинары, люди приезжали, они могли сидеть на уроках, которые подождали по три часа, четыре. В наше время это уже полностью отменяется, потому что у людей, к сожалению, в наше время нету. Почему? Когда что-то тяжело, мы видим, что именно там наш путь, это там лежит и успех человека. Если Ецерара настолько работает над тем, что у нас не было концентрации, именно здесь нам нужно стараться максимально, чтобы у нас она была. Конечно, без торы, без хэссед, без добрых дел твила не к чему не приведет, но мы должны понять, что каждый, что именно вот эта наша сила лежит в молитве. мы видим, что Репхай Мойзер Грудзинский, например, Репхай Мойзер был главным рабом в Вильню. В Вильнюсе в временах Хоицхайма у них постоянно был спор, кто подписывает обращение к каким-то общинам, к резкому народу. Нужно было подписывать, что подписывал Хоицхайм и Репхай Мойзер. Хоицхайм считал, что Хоицхайм должен подписывать, и Хоицхайм говорит, что нет, вы, глава поколения, вы подписываете. Обычно Репхай Мойзер выигрывал, потому что Хоицхайм Коин, поэтому Коину нужно подписывать сначала. Репхай Мойзер было известно, что он был, не для него было возможно делать, он мог писать двумя руками, разговаривать с одним человеком, слушать другого, перед ним проходила очередь людей, задавали им вопросы, он на них отвечал. И во время молитвы у него, его вены было, было просто, видно было, как кровь через них проходила, настолько надувались, у него была потрясающе тяжелая ситуация, он был весь красный, и когда спросили его врача, почему Репхай Мойзер так выглядит, я сказал, что очень просто, потому что Репхай Мойзер он привык, он мог думать о семи разных вещах одновременно, да, как нам тяжело об одной вещи задуматься, да, у него было семь параллельных мыслей, которые шли, и это были глубокие мысли. теперь во время молитвы нужно думать только об одном, только о том, что я говорю с Творцом, и для него это огромная сложность, потому что ему нужно все это как-то уменьшить, сконцентрироваться только на одной мысли, поэтому для него это занимает огромных усилий. Это первое, что мы постараемся это еще больше углубить, но это, с этого начинается все, если у меня есть концентрация, тогда это уже мы можем назвать молитвой. Просто говоря слова, этим отличается Тора, это просто мы читая Тору, это уже Гошем говорит с нами. Есть люди, которые, когда они начинают учить Талмуд, они говорят, что Акудыш Борухомар Гошем сказал, и тогда не начинают читать, что так же как письменная Тора, устная Тора, это все то, что Гошем нам открывается, он говорит со мной. Тфила, молитва, это я говорю с Творцом. Поэтому, если даже когда я читаю вещи, которые из Торы, которые я не понимаю, но это Тор, это Тора, Гошем говорит со мной. Есть разные уровни Тора, конечно же, чем больше я понимаю, тем лучше, чем глубже, но это уже Тора, молитва, это не так, молитва, это я обращаюсь к Творцу, если я просто начинаю бормотать какие-то слова, то это не поможет. Есть не характерная история с раблевицей Газбордичева, когда он один из синагоги увидел, как человек молится, и этот человек, он просто бормотал слова, он говорил вот так вот все вместе, не останавливаясь и с огромнейшей скоростью, то после того, как тот человек закончил молиться, он подошел к нему, раблевицей, и сказал, и начал, и потрогал за плечо, когда он повернулся, он начал говорить бруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруру то мама понимает, что он хочет. И вот так же, как мы обращаемся к нашему Кашему, к нашему Творцу, он, наш Авина Малкейна, наш отец, наш царь, он понимает, даже когда мы начинаем так все бормотать. Наш Торвелевицек тут, хотя он всегда известен своим защитой в резком народе, нашим адвокатом, он сказал, да, когда маленький ребенок так обращается, и мама понимает, что это все хорошо, но когда ему уже или 20 лет, или 30 лет, он все еще вот так вот говорит, то у нас есть проблемы. Поэтому нам нужно начать, чтобы у молитвы была какая-то форма, и это начинается с концентрации, это начинается с слов, и мы продолжим об этом больше учить. Что очень важно, когда мы начинаем работать над молитвой, это что мы должны начать с какой-то небольших кусочков, над которыми говорим, что вот это сейчас я работаю над концентрацией этого кусочка. Потом над этим, потом над этим и так далее. Когда так пишет Раволбе, так Шаймэмунин, сказать, что я сейчас работаю над первым благословением в Амиде, шма и первый параграф, и так далее, и так далее. Когда Равшах слышал, что кто-то взял на себя, что я буду говорить весь брикотамазон с кованой, с большой концентрацией, он говорит, ни в коем случае. Скажи первое благословение, второе или третье, кусочки, по одному кусочку, потому что если человек начинает стараться сделать слишком много, у него это потом, это гарантированно, что у него это не получится, тогда он опять же бросит все и тогда ни к чему не придет. Поэтому потихоньку, сначала первое благословение, потом второе. Когда мы видим, что мы начинаем по кусочку, это уже начинает влиять на всю мою молитву, она уже выглядит по-другому. Рав Бояр говорил, что его пригласили на шабатон выступать перед одним семинаром девушек, огромнейший семинар, сотни-сотни девочек, и когда он спросил, о чем мне говорить, о какой теме, то эти директоры школы, эти организаторы, они сказали, что любая тема, любая, только не о молитве. А эти девушки, они уже столько много слышали о молитве, это все, они уже немножко старше, и они уже начинают переживать насчет шедухим и так далее. Все, что угодно, но молитва, это нет. И тогда Рав Бояр приготовился, и он начал, он весь шабатон говорил о молитве. Потому что если может у девушек такое впечатление, такое чувство, что молитву мы уже все слышали, и это как бы, это нас не интересует, это не может быть. Это значит, что они никогда еще не, до сих пор не могли понять, что такое молитва. Потому что если ты понимаешь, что это, что ты можешь этого добиться, насколько это повлияет на твою жизнь, на себя, на всех, тогда нет такого, что ты говоришь, я уже не могу слышать молитву. Теперь давайте пройдем через несколько практических вещей, очень фундаментальных идей, которые, это будет, мы разобьем их на семь разных идей, которым мы постараемся, опять же, увидеть, что они особенно эффективно могут нам помочь насчет молитв. Одна вещь, это у человека, мы знаем, что у нас число 40, очень часто встречается в Торе, да, 40 дней мой шарбейн поднимается наверх, потом он 40 дней поросит прощение, он 40 дней опять получает Тору, 40 лет мы в пустыне. И так, мы знаем, что 40 дней у Котель, у Стены Плачи, и 40 дней говорить разные, как пример мы можем сказать, это потрясающая история, которая очень хорошо характеризует о том, что мы говорим. Один молодой человек, который уже был в таком возрасте, что он уже очень уже думал, что он уже будет давно, что он женится уже до этого, но все еще не женился. И так, время идет, он все больше переживает. Он решил взять на себя, он будет 40 дней говорить Паракшира. Паракшира — это особенное такое собрание Тейлим, собрание разных псуким, которые показывают нам, что каждое творение, каждый зверь, каждый, все даже насекомые, они поют Творцу. Есть каждая, есть особая связь, Рабхайм Каневский, даже есть комментарий, почему именно этот, эти псуки, эти части Тейлим говорятся именно этими животными. Он говорит 40 дней, 40 дней — это значит, что каждый день он это говорит с концентрацией, с начала до конца, и не пропускает ни одного дня. Через 40 дней, проходит 40 дней, и шедуха нет. Никаких новостей, никакой девушки, никаких встреч, ничего. Через некоторое время он говорит, все-таки я знаю, что это очень большая вещь, это так многим помогло, я тоже постараюсь сказать еще раз. И он начинает говорить еще раз 40 дней Паракшира. Каждый день, первый, третий, десятый, двадцатый, тридцатый, не пропускает ни одного дня, говорит с начала до конца, с концентрацией, думая, что это значит. Проходит 40 дней, и опять шедуха нет. Можно было бы отчаяться, и как бы сказать, что все, но он, наверное, слушал эти шури, что нельзя быть дохекша, нельзя как бы стараться протолкнуть себя, нужно делать то, что Ашем хочет. И через некоторое время он говорит, что мы знаем, что в иудаизме, то есть номер три, это хазакат, имеется в виду, что это что-то какое-то очень сильное, эффект имеет. Поэтому он начинает говорить Паракшира очередные 30 дней, 40 дней. Он говорит первый, третий, пятый, десятый, двадцатый, опять же, не пропуская с начала до конца, с большой концентрацией. И когда он кончает на 40-й день, он встречает девушку, и к Баруха Шем, у них помолвка. Когда он больше знакомится с этой семьей, он узнает, что в этой семье очень много детей, и было три дочки, которые старшие были, которые уже долгое время не могли никак помолвиться, никак жениться. За короткое время достаточно помолвалась первая дочка, самая старшая, потом вторая, и потом третья. Когда он проверил, он увидел, что первая помолвка была, когда он закончил первый Паракшира, вторая помолвка была, когда он закончил второй Паракшира, и третья уже была его помолвка, когда он закончил свою. Это то, что мы говорим, что молитва, мы никогда не всегда видим, куда она ведет, она всегда куда-то идет, она всегда, если у тебя был хибур, то это значит, уже была каббалата твила, твоя молитва была акцептирована, потому что ты достиг, что твоя душа соединяется с творцом, ты обращаешься именно к правильным адресам, ты знаешь, к кому обратиться. И вот именно наши правильники, наши главы поколения говорят, что очень важно много молиться, не только, мы говорили про качество, но тоже количество. Это очень важно, чем больше есть, есть такое понятие эйс-рацион, эйт-рацион, время-рацион, когда наши молитвы принимаются гораздо легче. Поэтому, если человек постоянно молится, я сам стараюсь как бы себе напомнить об этом, что постоянно, не только когда к этому тяжело, не только когда ты стоишь в пробке, ты опаздываешь, постоянно какие-то обращаться к творцу с просьбами, это может быть элементарные вещи, показать, что ты мехубар, ты как-то соединен. Тогда, когда ты постоянно обращаешься, тогда эти молитвы, опять же, они накапливаются, и когда человеку они нужны будут, Рапшим Шампингас пишет, что человек молится, 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 он не видит ничего, никаких результатов, так ему кажется. Потом что-то случается, я не знаю, он находится в какой-то автокатастрофе, хас вошел, мыли что-то с ним, и там нету времени молиться, там нету никаких возможностей. И тут берутся все его молитвы, которые накопились до этого, и они используются сейчас. Поэтому количество, постоянно эти 40 дней, эти разные вещи, это когда у человека постоянно есть, очень часто он обращается к Творцу, опять же, тогда есть этот эйс-рацион, это время, когда они тоже повлияют и изменят что-то в хорошую сторону. Другая вещь, вторая вещь, которая очень может человеку, может очень сильно ему помочь. Иногда мне тяжело, мне тяжело, мне я или устал, я сонный, или я уже столько раз об этом просил Творца, и столько раз уже, ну, может, уже хватит, уже, может, нужно остановиться здесь. И человек должен сказать, а почему сейчас я ему сказал, что можно остановиться здесь? А, может быть, это не, 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 это как раз говорит со мной яйц-ра-ра, когда я сонный, когда мне уже еле-еле, я все, у меня уже, вот тут человек, медгабер, он себя возьмет в руки и начнет молиться от всего сердца, из какой-то максимальной концентрации, насколько он может, вот эта молитва может очень много для него открыть, потому что, когда ему тяжело, и тут он, несмотря на это, он все-таки берет себя в руки, он старается максимально сконценироваться на слова, которые он говорит, в этот момент эта молитва, она очень дорога. Это номер два. Номер три, это, когда мы просим Творца о всяких персональных вещах, то есть такой концепт, как кит-рук, это есть ангелы, есть наши молитвы, чтобы их поднять наверх, особенно, когда нету меня, нам нужны ангелы. И эти ангелы, они иногда исполняют роль мекатрек, обвинителя. Они обвиняют, что, а как, с чего это вдруг он просит, чтобы получить то и то и то? Кто сказал, что он заслуживает? Кто он такой вообще? И тогда эти молитвы, им тяжело подняться наверх, им тяжело добиться чего-то. Потому что, когда человек просит, тогда спрашивают, кто сказал, что ты это заслужил? Когда мы обращаемся к Творцу, шевах, мы восхваляем его, мы говорим, тейлим, мы говорим, псуке де зимра. Псуке де зимра в переводе псуки, это псуким, это предложение из тейлим. Что такое зимра? Обычно мы понимаем, что это слово зэмер, это петь, это как шира, это, мы воспеваем Творцу. На куболим, есть одно куболистическое объяснение, что зимра, это слово зомер, это срезать, то, что, например, Шмидту запрещено срезать с деревьев, виноград и так далее, это от слова что-то срезать. И они объясняют псуке де зимра, их роль, они срезают, они убирают, они очищают проход молитвы наверх. Поэтому это вступление, каждое утро человек начинает псуке де зимра. Если он их пропускает, тогда, конечно, он не очищает свой путь так хорошо. Если он говорит их по порядку и вовремя, тогда эти, ценнород, эти каналы, они не очищаются и уже этих мекатригем, этих англов, которые стараются нам навредить и сказать, что мы не заслуживаем, они отодвигаются в сторону. Но в любом случае, когда человек говорит шевах, восхваляй Творца, тогда тут нет никакого китрук, нет никаких обвинителей, потому что я же не прошу для себя, я просто восхваляю Творца. Я показываю, что действительно я чту все, что он для меня делает, я говорю, как он сотворил этот мир. Тогда у этой молитвы опять же, этот есть хибур, у него есть очень большая сила. Поэтому парикшира, например, он весь состоит из того, что восхваляющийся Творец. Поэтому, когда мы, нам часто легче концентрироваться, когда мы просим что-то от Творца. Но на самом деле мы должны помнить, что когда мы восхваляем Творца, эта молитва и гораздо легче подняться наверх. Номер четыре, что мы упомянули до этого, это когда я должен понимать, что у молитвы, которая сказана с начала до конца, у нее есть шлеймут, у нее есть какое-то совершенство и у нее гораздо больше сил, чем если я просто начал что-то здесь, чуть-чуть здесь или я просто, я сначала, у меня была концентрация, потом уже нет. Поэтому очень важно постараться, когда я что-то делаю, я что-то говорю с Творцом, чтобы у меня было с начала до конца. Как мы говорим с нашими друзьями, если мы в середине разговора будем, начинаем говорить по телефону или мы начинаем что-то читать и так далее, и так далее, мы просто как-то начинаем думать о себе, тогда наш друг обидится и не уйдут в сторону или как бы это, это считается невежливым. Ашем, мы должны, когда мы говорим с ним, не менее того, когда мы говорим что-то, чтобы это было с начала до конца, чтобы это было что-то полноценное с начала до конца. Номер пять. Это может быть один из сложных таких вещей. Есть особая сила у молитвы, когда человек находится недалеко от праведников или от людей, у которых сломанное сердце, у них тяжело, им, у них огромнейшие какие-то проблемы, царас, страдания. Их молитва тоже сказано, что Ашем находится и Вашхина находится ближе к этому, поэтому люди тоже молятся у, естественно, у котов, стены плача, в местах, святых местах, поэтому это тоже помогает нашей молитве подняться наверх. В шестое, это, возможно, мы говорили об этом, когда мы молимся от других, сказано, что наша молитва будет отвечена в начале. Когда мы переживаем, это не просто, что я знаю, что, как, возможно, я рассказывал это, но повторим еще раз, что, когда один хасид, он пришел к своему рэбе и он сказал, что я постоянно убегаю от чести, от славы, я бегу от нее. Но несмотря на это, сказано в Хазалже, что кто бежит от славы, от успеха, от, не от успеха, от славы, от чести, то честь бежит за ним. А если ты бежишь за честью, наоборот, она убегает от тебя. Тогда я постоянно убегаю от нее, но я не вижу никаких результатов, я не вижу, что честь со мной гонится. Уже много лет я постоянно, я такой скромный, я такой хороший, я постоянно избегаю какой-то чести, но я не вижу, чтобы то, что Хазал сказали нам, что они обещают, что честь будет бежать за тобой, я не вижу этого. На что Рэйба ему сказал с улыбкой, что а сколько раз ты оборачиваешься посмотреть, бежит ли она за тобой или нет. То же самое здесь, если я молюсь за других, но я хочу на самом деле только, чтобы это помогло для себя, не молюсь за других, я молюсь за себя. Человек молится за других, он переживает за них, он действительно хочет самого лучшего для них, и он понимает их ситуацию, их сложности, их проблемы, тогда это значит, что он сам переживает это, это имеется в виду, что у него есть хибур, то, что вот открывается у него, его душа опять же об этом переживает, тогда действительно он сам это пережил, и он заслуживает, чтобы через него, через вот этот канал, чтобы он помогает другим, это тоже прошло через него, и ему тоже о чем отвечают на его молитву. Последнее, это молитва со слезами, это также открывает ему ворота, сказано, что после разрушения храма, то врата молитвы, они в каком-то смысле закрыты, имеется в виду, что они закрыты, если дверь закрыта, то может быть мне тяжело войти, но если я буду кричать, я буду там стучаться, то там услышат, но сказано, что шаридмеос, ворота, врата, слез, они никогда не закрыты, они никогда не закрываются, там полностью открыто, поэтому, когда это связано с молитвой, которая из глубины души, тогда она со слезами, она отметит, что человек действительно, он верит в это, он видит, что он говорит с кем-то, это могут быть слезы, есть такое выражение, соленые слезы и сладкие слезы, и соленые слезы, это когда человеку тяжело, но как мы видим, от Аризала, то слезы счастья, благодарности, это опять же, тоже человек может этим добиться еще больше того, чем когда у него соленые слезы. Так что без Асашем, мы выучили, я надеюсь, и мы это будем практицировать, вещи, которые скажут, что тфила, это что-то, что стоит в самой высоте мира, вирумышелойлом, это, это наш хибур, это наше соединение, мы прошли через некоторые вещи, это мы должны говорить, как можно больше, чтобы не только, начинается все с качества, с концентрации, но также количество, мы должны постараться, чтобы попасть в этот эйс-рацион, в это время, когда, чтобы у нас, никто не мог сказать про нас, чтобы мы могли спросить, и мы не спросили, чтобы, когда мне тяжело, когда у меня действительно, я сонный, я усталый, и несмотря на это, я медгабер, я стараюсь молиться, как можно больше, когда эта молитва связана с шевах, она связана с восхвалением Творца, это молитва, в которой нет никто, нет никаких обвиняющих сил, которые стараются ей не дать подняться, это молитва, которая с начала до конца, я не пропускаю ничего, я стараюсь концентрироваться с начала до конца, опять же, это, я молюсь в местах, и с людьми, которые помогают этому, и это молитва из всей души, это молитва с слезами, это связи счастья, или нет, я за сошем, чтобы это действительно помогло нам соединиться с Творцом, и чтобы мы чувствовали эту близость на всю нашу жизнь. Спасибо, успеха! Субтитры создавал DimaTorzok